Вообще вопрос того задают некоторые. Как же так? Разве это православие? Это у Пратистана так принято? У нас так не принято. Вы знаете, на самом деле пришло время переосмыслить. Все. И на основании Божьего Слова исправить. Когда храм был осквернен Иерусалимский, когда это было еще за 150 лет до Иисуса Христа, чуть больше даже. Так вот, храм был осквернен греками, эллинистами, и греки осквернили храм. Они поставили там идолов. Они осквернили храм тем, что свиной кровью окропили все, значит. И свиной мясо лежало на жертвеннике. И потом пришло, прошло время, и евреи стали каяться перед Богом. И Бог дал им чудесную победу над греками. Они храм этот освободили. Иерусалим освободили. Но потом что они сделали? Они стали вычищать, выметать все это. Все, что не нужно было в этом храме. Идолов стали ломать. Убрали нечистые жертвы. И, друзья, и Бог благословил это обновление храма. Вот на самом деле, храм Нового Завета тоже может быть оскверненным, осквернен идолами, осквернен нечистой жертвой. Но приходит время обновления этого храма. Обновление храма по Божьему Слову. Такой, как я называю всегда, евроремонт такой. Такой еврейский ремонт. Евроремонт. На основании Божьего Слова. Как исправить храм Божий. Вот, это очень важная тема. И без крещения я не вижу вообще христианства. Без восстановления правильного понимания крещения я не вижу дальнейшего христианства. Потому что, ну, это самое начало. Это вступление такое в царство. Даже в православных книгах по догматике утверждают, что это вход в царство Божье. Так замечательно. Зачем нам этот вход замуровывать людей? Зачем обманывать людей и рисовать другие входы, и предлагать другие входы и выходы? Есть один вход. Это сам Иисус Христос. Он сам прошел путь определенный жизненный. И он сам показал пример нам этого пути. Не просто обрисовал его словами. Но и сам прошел этот путь. И он совершал крещение в Иордании. В Израиле там Господь дал возможность такую мне крестить в Иордании людей. Также, ну, я сам не удержался, потому что сам погрузился, конечно. Ну, как быть в Иордании, не погрузиться, значит. И, ну, были те у нас среди посетителей, те, кто еще не был крещен, они хотели принять крещение именно там, в Иордане. И мы выдавали такие, я им выдал сертификаты о крещении именно. И, друзья, туда, на Иордан, приходило множество людей. И когда я там проповедовал, я именно об этом тоже сказал, что много людей приходило, и приходили разные люди с разными мыслями, с разными, ну, вопросами. И многие крестились, а некоторые не крестились. Некоторые посчитали это все, ну, не для меня. Некоторые религиозные как раз именно люди, вожди-лидеры, они не согласились и говорят, ну, как же так, я что, вы, ну, хоть, ну, как бы, ну, зачем мне это? Сегодня тоже многие батюшки даже обижаются на меня. Многие батюшки традиционные. Обижаются и говорят, да, что вы, я что, не крещеный, что ли? Я уже батюшка, что вы, мне снова нужно хреститься, снова, что ли? Вот я говорю, батюшка дорогой, вспомним, что говорил Иисус Никодиму. Никодиму, одному из учтений Израиля. Если не родишься свыше, не увидишь царство вообще. И не спасут легалии, не спасут красивые ризы, не спасет положение. Если ты не возродишься, не увидишь царство Божье. Нужно духовно возродиться. Друзья, и крещение здесь никак не миновать. Никак не миновать. Потому что Господь сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот в эти дни, друзья мои, в эти дни, позавчера и вчера, я рассказывал о истории, уроки, которые были из истории христианства. Кто из присутствующих не был в эти дни, не был, поднимите руки, пожалуйста. Вчера. Вчера не были. А после вчера кто не был? Вчера не был. Ну, основная масса все-таки была. Друзья мои, кто не был, я убедительно прошу вас взять эти видеоматериалы и просмотреть внимательно. И можно взять потом будет диск и все это просмотреть на диске. Или прослушать, допустим. И даже те, кто уже был, все равно возьмите, чтобы еще и еще раз прослушать. Потому что я уверен, что большинство материала не было запомнено вами. Нужно запомнить многие вещи. Для чего? Зачем мне это нужно? Ну, вот тебе и мне. Зачем? Чтобы эффективно работать в царстве. Эффективно работать в царстве. Друзья, потому что у людей вопросы возникают. А почему? А как? И многие вопросы, к примеру, о крещении. Ты будешь говорить, ну, нужно покаяться, креститься по вере в Иисуса Христа. Он скажет, да я уже крещеный уже. А ты скажешь, ну, Писание говорит о том, что крещение это обещание с одной доброй совестью. Ты когда обещал? Не помню, я был маленький вообще. Может кто-то обещал, а не знаю. Друзья, что ему ответить? Или вопрос возникнет о мощах. Ну, о мощах я вчера подробно, значит, более-менее сказал. Значит, друзья, очень важно еще из истории примеры привести. Убедительные примеры. И это помогает, очень часто помогает. Конечно, в первую очередь, знание Писания. Оно необходимо нам, чтобы грамотно отвечать. Всякому, кто у нас спрашивает о нашем уповании, о нашей вере. Но также и очень разумно обращаться к истории. Допустим, какой здесь наш ответ, если из истории взять? Подтверждающий, что крещение было только лишь взрослых людей. Во-первых, что до начала пятого столетия вообще не практиковалось крещение младенцев. Вообще. Этой практики не было в церкви. И отцы церкви, которых, допустим, православные или католики почитают столбами, допустим, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, другие святые отцы, они были крещены в зрелом возрасте. Хотя у них были родители христиане, хотя бы один из них был христиан, у Григория Богослова, по-моему. Но у всех у них, да, были даже потомственные, они были потомственные служители. У Василия Великого, допустим, в роду и его отец, и его дедушка, и его прадедушка были служителями. Вот, и даже канонизированные как святые православные церкви. И а также они не крестили своих детей. Сам Василий принял крещение, ему было 20, даже, по-моему, один, ну, за 20 уже было ему. Он принял крещение сознательно, осмысленно, он к этому долго готовился. И почитаем, допустим, проповеди отцов церкви 4-го столетия, даже 4-го столетия. Там везде говорится о сознательном крещении, об обещании служить Богу доброй совести. Нигде не говорится, что Ваших детей нужно тоже крестить. Нигде этого не утверждается абсолютно. А уже в 5-м столетии пришло это в церковь, не сразу, знаете, вот так вот, малу-помалу. От кого пришло это? От государственных чиновников. От императора, в прочем, от императора. Потому что они добились, я уже говорил, почему? Добились, они добивались стопроцентной, как бы, такой христианизации населения. Они смотрели императора того времени и правители того времени, смотрели на церковь больше, как на такого идеологического работника, что ли, империи. И для них было важно, чтобы их люди были христианами. Это уже считалось, как бы, благонадежностью, признаком благонадежности. И вводили детское крещение, младенческое крещение. Младенцу легко его, его не надо спрашивать, его покрестил, а он вырос, его перед фактом поставили. Нарабой ты уже христианин? Как? Я не помню. Мало ли что не помнишь. Мы-то помним, все. Есть, значит, документ подтверждающий все, ты христианин. И уже будь добр полизать кузовок. А если он не захотел быть, допустим, в официальной церкви, его казнили уже на основании того, что он отпал уже от церкви. А может, еще и не было же в этой церкви. Вот. И для контроля над населением императорам было выгодно крещение повальное, всеобщее крещение. И церковь того времени, она переживала одно из глубочайших своих падений в истории. И историческое христианство в это время, в конце чего-то сервисового столетия, себя просто показало с не лучшей стороны. И вообще, это было одно из позорных, позорных в истории христианства периодов. Почему? Потому что за отказ принять христианство уже вводила смертная казнь. И большинство служителей с этим, к сожалению, соглашалось. Были, конечно, не согласны, но большинство соглашалось. Некоторые служители восставали против излишних почестей для священнослужителей. Допустим, если епископ, он, по горду его несли, допустим, наносил, как и он там шел, допустим, где-то, то ему должны были поклоняться до земли епископы. Не как сейчас просто обычное, например, продоставить, а как вот у старобряцев сохраняется еще такая традиция. Или у древних православных общин до земли поклониться. Значит, нужно на оба колена до земли лицом и потом получить благословение. А если кто отказывался поклониться перед епископом, то это каралось вплоть до смертной казни. То есть епископ, допустим, обидевшись, что ему не планились до земли, мог заявить, и его могли схватить тут же, значит, и держать, значит, и могли казнить смертной казнью. И один из епископов того времени, пятого столетия, звали его Амбросий, он, Августин, прошу прощения, блаженный Августин, он восстал против этих излишних почестей. И вообще зачем это? Он сам никого на смертный отправил и даже восстал против этих вещей, отступничества этого. Но однако же оставался в официальной структуре. Друзья, и те христиан, которые не легализовались, а оставались как нерегистрированные братства того времени, их официальная церковь и официальное христианство, как правительство, жестоко преследовало. Я вскользь упомянул, допустим, о трагедии в Африке, когда донатистов, так называемых, истребляли. Это были христиане, которые отказались от такого подгосударственного положения. Отказались от того, чтобы император командовал, управлял церковью. И насаждал, значит, или запрещал, так далее. Влазил в внутренние дела, короче, в церкви. И этих донатистов стали истреблять. Еще в пятом столетии эти общины существовали в Африке, в Северной Африке, но и стали истреблять официальные власти с одобрения официальной церкви государственной. Великая трагедия, друзья мои. И я говорил о том в эти дни также, что заблуждение многие приходили в жизнь в церкви. Из-за чего? Из-за того, что люди отрывались от Библии. Церковь без Библии это вообще монстр. Это какой-то ужасный монстр. Церковь без Библии вообще христианин без Слова Божьего, это не христианин даже вообще. Как же так? Ноль без палочек. Это ничто. Реально, если он христианин, на самом деле, то он, ну как же, он, вера в него должна быть отслышаннее. Отслышаннее Божьего Слова. Вера его рождается, собственно. А если нет в нем Божьего Слова, то это еще даже и не христианство вообще. Это только лишь может путь к христианству, но это еще не христианство. Сам Господь Иисус, это есть Слово Божье. И это уже какое-то такое, я называю это немного, может, грубовато, но такое лукашенковское христианство. Знаете, когда его избрали президентом Беларуси первый раз еще, я тогда служил еще традиционным священником. И многие мои прихожане, я служил в Брянской области туда, и на моем последнем приходе в русской православной церкви. И мои многие прихожане были из Беларуси, они приезжали. И как раз было первое вот это телеинтервью с новоизбранным президентом Беларуси, и он отвечал на вопросы журналистов. И один из журналистов вопрос задал ему о его вере в Бога. И новый президент тогда много отвечал, много говорил, философствовал так больше о том, что Бога нет. Он говорил о том, что он остается на прежних своих убеждениях, что он атеист, коммунист. И он осудил тех, кто побросал парк билета, значит, и обещал с ними разобраться. Вот, а потом сказал следующее, что я атеист, но я православный. Представьте себе, президент страны демонстрирует глубочайшее нележество. Называет себя атеистом, но при том христианином. Ну, христиане-атеисты, это, наверное, какая-то новая общественная формация такая. Знаете, значит, это что-то совершенно новое. Христиане-атеисты, отрицающие бытие Бога вообще, существование Бога. Отрицающие существование вообще загробного мира и вообще Бога. Это что-то страшное. И поэтому, не знаю, ну, можно... Опрос был в Москве, допустим, и в Петербурге. Общественного мнения. В Петербурге был ряд вопросов. Вопросов касательно веры в Бога. Верите ли вы в Бога? Многие говорили, что да, верим в Бога. Большинство сказавших да, что верим, они назвали себя православными. Но самое интересное, несколько процентов, не помню, сколько сейчас, но мало очень, но несколько процентов, сказавших, что они атеисты, записались как православные. Несколько процентов репортеров на улице, назвавших себя атеистами, записались как православные. Вот, это весьма было показательно, друзья мои. Я скажу так, что это большая трагедия. И я верю, что скоро очень изменится ситуация. Скоро, очень скоро эта ситуация будет меняться. Она уже меняется. Такие батюшки, как отец Борис. То ли еще будет, а? Слушайте. Бог поднимет новых пастырей. Бог поднимет новых священников, священников нового поколения. Для новой работы, большой работы. Аминь. И, ну, возрождение, оно связано с покаянием. Допустим, возрождение духовное, конкретно, отдельного человека, без покаяния мы не можем себе представить, да? Как же он возродится, не покаящийся вообще? Вот. А также, я скажу вам так, друзья, невозможно представить себе возрождение деноминации, возрождение церкви без покаяния. Невозможно представить. Вначале покаяние, потом уже вот это приходит новая жизнь, что-то новое. Вначале нужно отказаться старого. Отказаться от рейса, убрать это, и приходит что-то новое. И, друзья, конечно, церковь должна покаяниться, честно покаяться. Вот покойный папа Иван Павел II в своей деноминации, в католической, он подложил, я считаю, так начало, именно в этом процессе покаяния. Слава Богу, он сделал какие-то шаги в этом направлении. Каялся за массовое истребление евреев, за истребление инакомыслящих, мусульман и многих других. То есть он каялся за истребление от имени Христа, которое велось на протяжении многих столетий христианам Европы, на разных континентах, в разных странах, заклоняли политику христианских, так называемых стран, когда благословляли работорговлю, когда христианские епископы благословляли жуткие вещи, войны, братоубийственные войны и так далее. Так вот, и Папа столкается в этом, и многие священники, они как бы даже, ну, не знаю, они были в рассеянности католические, как же так, Папа признается в таких вещах, в которых было неприлично признавать раньше. Прежние Папы считали, что у нас все хорошо, у нас самая идеальная церковь, у нас всегда правая, Папа всегда прав, и церковь всегда правая. Но, друзья мои, пришел Папа Иван Павлов II и сказал, ребята, у нас не все правильно, у нас не все хорошо, не все спокойно, нужно каяться. И стал каяться, сам стал подавать пример своим кардиналам и епископам, слава Богу. Наши отцы и патриархи православные чаще всего также стоят на позиции такой, они говорят, мы грешники сами по себе, каждый грешник, но когда мы вместе, как церковь, то мы не ошибаемся, мы безгрешны. Вот каждой поддельностью взять грешник, допустим, в синоде, а когда мы все вместе, они говорят, нет, мы не ошибаемся. Ну как же так, ну если много нулей прикрасовать, у меня социальный медик, это все еще нормально, то не может быть какая-то сумма, даже единица не появится никакая, тем более большая сумма какая-то. Вот, и люди порой пытаются представить себе так, когда много нулей, будет нечто очень большое. Друзья, да, будет большое, если впереди станет Иисус Христос, конечно. Будет большая сумма, конечно, если впереди станет эта единица, один Иисус Христос. Друзья мои, но, друзья, любая общность людей, любая деноминация может ошибаться и ошибалась. Я немного вам рассказывал о том, в эти дни, что официальные церкви, государственные церкви проводили репрессии в отношении к анекомыслящим, и это было. Я верю, придет покаяние в этом и со стороны православной церкви, обязательно. Есть некоторые статьи, есть некоторые материалы, я хотел бы вашему вниманию сейчас представить некоторые, допустим, такие цифры, примеры. Допустим. Один из примеров приведу такой. Это касается заблуждения икона поклонения. Это касается вот именно вот этого поклонения. Ведь для тех, кто пришел, может, первый раз, поясняю, что я, как православный реформатор, я говорю везде так и в своей церкви, не только в таком собрании протестантов, но и в своей церкви везде, я говорю так, что мы не должны поклоняться изображениям. Мы должны поклоняться лично Богу. Мы должны поклоняться в духе и в истине. Иисус Христос именно этому учил. И Он сам так и сказал, что Отец, всемогущий Бог, Он ищет на земле убедить именно таких поклонников. Бог есть Дух, написано в Иоанна 4, 24. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. И я везде говорю, что я не против живописи, как таковой. Не против оформления. Если здесь нарисуют ангел, допустим, я не против этого, или, допустим, тайную вечерю, Иисус с учениками, допустим, тайную вечерю соглашает, или на годы проповедь. Я проповедовал в церквях некоторых баптистских, допустим, пятидесятнических церквях в Украине, и я видел у них в домах молитвенных целые фрески большие, то есть изображения большие. Допустим, в Кривому Рагу, в одной из пятидесятнических таких традиционных церквей, я видел такое изображение. Там Иисус на Голгофе. Он на кресте. Изображены страдания. Рядом ангелы. И большое, зрелищное такое изображение. И вы знаете, и в другом молитвенном доме я видел, Иисус с учениками идут по полю. Поле поспело, уже жатва поспела, и дальше написаны места Писания. И в других домах молитвенных я видел тоже изображения определенные. Но, слава Богу, люди там правильно научены. И они не поклоняются этим изображениям. Хотя в Харькове один нам пастор сказал, что у них тоже там изображен Иисус с учениками идущий. И у них было одно мероприятие, и нужно было немного завесить часть сцены. И получилось так, что Иисуса к лицу завесили. И одна старая прихожанка сказала, вы знаете, вот уже Иисуса игнорируете. Пастор говорит, я был в шоке. Старая пятидесятница говорит такие вещи. Я думаю, да, может пора уже закрасить это все, чтобы никого не искушать, вообще не соблазнять мало всех. Вот, но, понимаете, даже читая Писание, люди могут быть в неком таком заблуждении, ну, не знаю, в обольщении даже таком. Тем более, если Слово Божие не изучается. Это прямая дорога к идолопоклонству. Именно так Писание это называет. Поклонение изображением идолопоклонства. И есть такие мудрецы, в кавычках, такие философы современные, которые пытаются оправдать поклонение изображениям. Допустим, вот есть такой дьякон, Андрей его зовут, Кураев. Есть еще там его некоторые товарищи, коллеги в этом, допустим, тоже апологетикой занимаются. И они доказывают, Дворкин профессор, в Тульской области, это Сенин, некоторые другие борцы с сектантством, там они себя называют по-разному. Но они убеждают людей так, простодушных, доверчивых людей. Они говорят так, что мы не доскам поклоняемся, но, но, нет, нет. Мы не поклоняемся изображениям, мы поклоняемся тому, кто изображен на этой доске, на этой иконе. Но не самой доске, не краскам, не искусству художника. Мы, целуя образ, перекидываемся умом на первый образ. Знаете, такая философия такая. Вот, один из таких вот мудрецов, хитрецов, митрополит Кирилл такой, есть, Смоленский, он также объяснял, вообще я удивляюсь этому человеку, ну дай Бог ему покаяться, конечно, Кириллу Смоленскому. Я молюсь за его покаяние, за его реальное покаяние. Видите, надо умудриться, настолько уйти философию, когда ему вопрос задали, Владыка, как же нам спастись? Он умудрился часа полтора отвечать на вопрос и так мне назвать имени Иисуса Христа. Высший пилотаж религиозной демагогии. Друзья, я верю, приходит конец вот такой старой школе религиозных болтунов. Я убежден, приходит время новых священников. А те, кто из старого священства, как Кирилл, как Кураев, как вот, значит, как вот Сенин, как вот, значит, и им подобные. Я верю в их покаяние. Бог не хочет смерти грешников. Бог хочет жизнь для каждого из них. И представьте, когда эти люди покаются, их энергия, мирное русло. Сам Кирилл Гундяев, у него прекрасное образование. Начитанный человек, эрудированный человек. Есть у него энергия, мирное русло направить. Именно, я верю, что не из этой демагогии религиозной направить, представьте себе, проповедь Евангелия. Сколько плода он может принести в царстве. И как он сейчас радует дьявола, он будет радовать Иисуса Христа. Друзья, и очень много священников, я знаю, которые имеют хорошее образование, насчитанное. Но если им в центр поставить Иисуса и их энергию направить им в проповедь Евангелия, это будет, на самом деле, взрыв здесь. Взрыв духовный. Пробуждение, на самом деле. Так вот, и то, что говорил Ищий Петрополит Кирилл, Диакон Андрей, им подобные люди о поклонении иконам, не пениконом, а через образ на первый образ, друзья, это очень старое, оказывается, заблуждение. Очень старое заблуждение. Еще в древности греческие эти вот философы, они также оправдывали свое поклонение идолам. И они говорили, что мы не поклоняемся этим идолам. Они говорили так первым христианам, впоследствии, до того они говорили это евреям. Они говорили, мы не поклоняемся этим идолам, самим статуям, самим этим фрескам, рельефам, барельефам. Нет, мы поклоняемся этим богам, просто мы используем это изображение как образ и умом перекидываемся на первый образ. А пулей, допустим, метаморфозов, он об этом очень явно рассказывает. И вообще, значит, это считается учением эллинизма, одно из учений позднего эллинизма через образ на первый образ. Даже в толковой Библии Лапохина, где есть комментарии на разные места Писания и в толкованиях на события времен Исхода, когда, если вы помните, тогда евреи не видели того же Моисея, Моисей был с Бором, а они там у подножия горяний сделали себе золотого тельца. И много всяких есть объяснений этому, толкований, что же там произошло, почему евреи могли это сделать, не дождавшись пророка Божьего, почему они поставили именно вот этого тельца золотого для поклонения, непонятная история, как так могло с ним пройти. И оказывается, что есть такое объяснение, есть такое толкование. Оказывается, телец это был знак и телец это был образ Иеговы. Для них, для евреев, это был образ всемогущего Бога, образ Бога сильного, крепкого, могущего такого Бога. И есть такое объяснение в православном толковании Лопухина, объяснение, что они хотели использовать этот образ тельца этого для поклонения Богу. То есть, через образ на первый образ. Но это было осуждено Богом. И, друзья, невозможно себе представить, чтобы я буду поклоняться образу и перейти на первый образ. Трудно себе представить, как же так? Ведь все равно я буду иметь перед глазами эту картину. Я могу объяснить, я даже, знаете, я говорил у себя в церкви так, однажды. Если Кураев, диакон Кураев, говорит еще, что он может, допустим, проявить такой духовный пилотаж, такой высший, и целую икону Иисуса, допустим, иметь в виду на все 100%, не саму эту икону, а на все 100% иметь в виду Иисуса Христа самого. Хорошо. Если диакону этому это удается, то пусть он это сделает в своей комнате тайной, но не перед людьми. Потому что, как он объяснит это каждому человеку абсолютно в его церкви, что он именно имеет в виду не эту икону, даже на 1%, а имеет на все 100% только лишь самого Иисуса Христа. Как он объяснит каждому прихожанину. И, друзья мои, это большая ложь. Все равно человек имеет отношение с доской. Все равно имеет дело отношение с красками этими. И, Иисус, как можно его изобразить? Как можно его изобразить? Есть такая красивая легенда, вы, наверное, ее слышали неоднократно, о том, что якобы сам Иисус первым нарисовал свой портрет, сделал негатив и изобразил самого себя. Якобы художники царя Агария, они пытались изобразить Иисуса в своем проповеди, ничего не получалось, и он подозвал этих мастеров и попросил, он умылся и отерся полотенцем и на полотенце на этом убрусе отпечатывалось его лицо негативным. Якобы это лицо, этот лицо, нерукотворный образ так называемый, перенесли туда царю Агарию. проще говоря, одному из царей, который хотел увидеть самого Иисуса, его портрет, иметь у себя во дворце, арабский один правитель какой-то во всей видимости, Агария. Но, друзья мои, эта легенда, она родилась оказывается, знаете, когда? В восьмом столетии, через более чем 700 лет после самого Иисуса Христа. 700 лет? Не 500 даже, не 300, через 700 лет, даже больше, чем 700 лет. И автор этой легенды, записавший эту легенду у себя, и это откровение такое якобы откровение, это был Иоанн из Дамаска. Это был первый визирь при дворце халифа Абул Мелеха. Этого визири звали Иван. Ну, Иван Сергеевич, его отец Сергей был. Значит, Иван Сергеевич, это Иван, Иоанн Дамаскин так называемый. Он канонизирован официальной церковью за эти и подобные им откровения, которые он получил, будучи визирем при дворце халифа, в Дамасского халифа, тогдашнего врага Бизантии. Вот, значит, и довольно странные откровения были у него. Довольно странные были у него такие озарения. Зачем халифу было получать такие откровения? И его, при нем, при его, как бы, офисе, проще говоря, работали многие люди, и в том числе монахи были у него в офисе, они работали там, и они работали в том числе и переписывали разные трактаты, книги там, и распространяли. Сегодня уже не является тайной то, что Иоанн Дамаскин занимался диверсионной работой, значит, террористической работой, находясь в Дамаске в сердце халифата, он руководил подрывной диверсионной работой на территории Византийской империи, тогда первого противника халифата. И самое интересное, арабские теологи при дворце халифа, они главным обвинением в адрес Византии выдвигали обвинение в многобожии идолопоклонстве. И идолопоклонство было самым явным, потому что византийцы, они очень много поклонялись изображениям. И арабские богословы говорили примерно следующее, что мы не пришли новую религию создать. Нет, нет, мы пришли воссоздавать то, что было от самого начала, от Адама, истинную, истинную Богу поклонение. Они говорили примерно следующее, что Моисей учил евреев поклоняться без посредств изображения Бога. Он учил поклоняться Богу в духе. Но евреи отступали время от времени, и Бог послал других пророков. В конце концов, Бог послал Иисуса, чтобы он учил людей настоящим Богом поклонениям. Но Иисуса или и не послушались и отвергли его. И вот в конце времен Бог послал уже Магомеда, последнего в цепи этих пророков, который сделает уже реванш, добьется реванша, и провозносит истину о Боге поклонении не только лишь для евреев или арабов, а для всего мира, для всей цивилизации. То есть все было логично, все было правильно, построено так вот. И, понимаете, поэтому очень многие города, допустим, Иерусалим, Антиохия и другие города, меньшие города по размеру сдавались арабскому войску без боя. Допустим, жители Антиохии вместе с гарнизоном выходили навстречу арабскому войску с хлебом, как говорится, с солью, вынося ключи города, встречая как особо лителю. Но не только, конечно, религиозная страна нас должна сейчас волновать, потому что интересовать, потому что не только было дело в новой идеологии, новой религии, дело было еще и в хорошей такой политике налогообложения арабской. Была самопередовая политика, был впервые в истории цивилизации был введен единый налог. И налоги были гораздо меньше, чем византийцы требовали, а византийцы они требовали много налогов всевозможных, и поэтому жителям городов и предместий было выгоднее даже экономически быть под арабами, чем под византией. И поэтому этим можно тоже объяснить массовый переход населения под власть халифов. Но, друзья мои, с другой стороны, идеологически самое первое было объединение в идолопоклонстве. И представьте себе, дамасский халиф ввел в войну с Византией, и вдруг его первую издель получает такие откровения об иконах, которые якобы сам Иисус. Вы скажете, нелогично. Монахи возле Иоанна Дамаскина сидели, и они записывали, переписывали это откровение сотнями и сотнями трактатов и нелегально через свои каналы, через свои пустыни, через других отшельников передавали Византию и распространяли по Византии. То есть, с одной стороны, обвиняли в идолопоклонстве, а с другой стороны, халиф, через его визиря Иоанна, он разогревал идолопоклонство, чтобы, не дай Бог, не покаялись византийцы в этом идолопоклонстве. Потому что, если они не будут покаяться иконам, то их уже нечем будет крыть уже, идеологически уже. Это было время, когда Византийская империя переживала свое пробуждение. Это было время, когда в Византии его уже не нашли бы фактически ни одного храма. Был такой период в истории Византии, где бы поклонялись иконам. Это было время пробуждения. И поэтому византийские халифы, дамаски, им было бы выгодно снова, по сути, возрождать идолопоклонство, поддерживать огонь идолопоклонства Византии, чтобы потом было чем крыть. Понимаете? Или нет? Да. Это такая хитрая игра. Хитрая дипломатия. Кстати, не только Иоанн этим занимался. Его отец Сергей, он, будучи также первым визирем, как и сын, так и отец, были первым визирем при дворце халифа. Это очень была важная, важный пост как премьер-министр, допустим, в стране. И его отец Сергей, он тоже занимался финансированием подобных мероприятий. Но не настолько это было, понимаете, как бы распространение, не диверсионным образом таким. Не без идеологии такой. Так вот, Иоанн Дамаскин записал много всяких преданий. Монахи, я думаю, что не все он придумал, конечно. Наверняка монахи возле него, они что-то ему там что-то советовали, что-то говорили ему, наверняка. Не все, что от него преподается нам сегодня, думаю, это не все это его. И многие исследователи говорят, что это так, но и есть. Но, по крайней мере, вот эта легенда, она получила хождение, и люди, многие поверили в эту ложь, и говорили, да, значит, на самом деле, вот, раз Иисус сам оставил негатив своего изображения, раз он сам сделал свой портрет первый раз, почему бы не поклоняться изображениям Иисуса? И дальше больше. Иоанн Дамаскин на этом не остановился. Он, больше того, он еще большую ложь стал распространять, что якобы ученики Иисуса Христа это знали. Якобы, один из учеников Иисуса, ну, не непосредственный, а ученик учеников, проще говоря, Лука, апостол Лука, якобы он тоже был иконописцем. Якобы, слышали такое, да, учитель, наверное, такое предание? Якобы он нарисовал портрет, ну, не с Иисуса, до этого они, как бы, не опустились, но с Марией, якобы он нарисовал, а с матери Иисуса, значит, нарисовал портрет с натуры и подрисовал маленького Иисуса ей. Ну, он представил себе, как он мог увидеть маленький Иисус. И, по другой версии, он нарисовал даже не один портрет, а целую серию портретов в разных ракурсах, как бы, значит, в Марию, в разных положениях младенец. И это все, как бы, он передал для распространения среди христиан. Большая ложь, которую до 8-го столетия никто не знал. И она стала распространяться. Друзья мои, одна из таких диверсий идеологических против церкви была в России. В России на протяжении вообще на Руси, еще Киевской Руси, потом Владимирской, потом Московской Руси, на протяжении столетий людей, многие поколения наших предков обманывали тем, что у нас на Руси есть иконы, написанные самим евангелистом Лукоев. Наших предков обманывали, и, кстати, до сих пор некоторые священники эту ложь поддерживают. Но, конечно, не грамотные священники, а вот такие, которые понахватались одного, другого, третьего и слепо верят в свои динаминации. Нормальные священники, грамотные священники этого, конечно, не говорят сейчас. Но через СМИ некоторые священники распространяют такую ложь, что якобы до сих пор эти иконы у нас есть. Эта большая ложь была разоблачена еще в конце 19-го, начале 20-го столетия. И историками, и особенно заслугой было здесь творчество художника Гарабаря. Именно Гарабарю принадлежит... Он занимался не только тем, что он писал новые картины, он еще и реставрировал старые. И у него в мастерской работали художники, его коллеги и ученики, которые занимались реставрациями старых полотен, которые занимались реставрациями старых икон. И они снимали старые, ну, более новые, вернее, красочные слои, находили первый слой этой иконы, реставрировали и передавали в музеи. И Гарабарю принадлежит очень большая заслуга насчет именно восстановления очень многих памятников искусства. Но также в истории ему пришли роль первого разоблачителя лжи иконописи первых столетий. Именно Гарабарь как художник доказал убедительно, что никаких икон первое столетие абсолютно не было. Первых 500 лет христианство не знало никаких икон на досках. Он это доказал убедительно очень, потому что в его мастерской производились работы по реставрации самых древних икон, которые знали тогда на Руси, в России, в Российской империи. И иконы, которые до того, до Гарабаря, подписывались как первое, второе, третье столетия нашей эры, после Гарабаря стали подписываться 10-11-19 столетия. Он доказал, что это были подделки средневековых мастеров. Красочный слой определяли его сохранность, определяли его время и обнаружили, что это была подделка средних веков. И одна из икон этих, так называемая Владимирская икона Божьей Матери, Владимирская, слышали, наверное, икона, она хранится в Третьей Аковке, насколько я знаю сейчас, но ее передают время от времени официальной православной церкви. Были торжества. Однажды, я помню, что эту икону дали для крестного одного хода. Выбили ее на несколько часов, но буквально где-то час от силы ее держали, потому что икона стала резко осыпаться, и ее после передали снова в музей. Друзья, так вот, и именно эту икону реставрировал Гарабарь. И эта икона, говорили о ней, что ее написал сам Евангелийский Суга, именно с натуры, и именно Мария благословила именно эту доску, и на этой икону, и говорила, что милость моя будет с этой иконой, и так далее. И многие поколения православных слепо верили это уже религиозно-балдунов. Гарабарь доказал, что это была подделка одиннадцатого столетия. Но умело сделана так вот а-ля Византия, ранней Византии, и состарена, а потом записывалась другими красочными слоями, потом сверху сделали красивый окна, что от старого образа фактически ничего не осталось абсолютно. И когда снимали слой за слоем, каждый слой фотографировали, снимали, и сохранялся каждый слой таким образом для памяти. Но нашли тогда самый первый слой и обследовали внимательно доску, на которой была написана эта икона, обнаружено было, что эта икона подделка одиннадцатого столетия. И сегодня в учебниках во всех и в учебниках по ИЗО везде пишется, что это икона одиннадцатого столетия. В этом заслуга была Гарабаря. Но несмотря на работу ученых и художников, по-прежнему некоторые священники утверждают в журналах, я читаю, в современных журналах и современных газетах, некоторых церковных и даже светских, что есть икона, написанная евангелистом Лукоев. Большая ложь. Как говорится, цирк уехал, а некоторые остались еще. Вы знаете, друзья мои, я верю, что приходит время, когда люди должны очнуться от религиозного дурмана. Очнуться, пробудиться на самом деле. И зачем такая ложь поддерживается? Потому что если люди вдруг поймут, что их обманывают, как обманывали многих их предков, многих поколений их предков, люди просто перестанут в это ложь верить. Один московский священник как-то сказал по поводу одного из праздников, одного из самых лживых праздников официальной церкви, католической, православной церкви, называется праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Один из самых лживых и позорных праздников в России. Дело в том, что 4 декабря, если не ошибаюсь, сейчас я уже празднуется праздник, и в этом празднике отмечается событие, которого быть не могло никак, абсолютно. И здравомыслящий любой священник вам это скажет, подтвердит, конечно же. Вот, и событие якобы было следующее. Марии, когда ей было три годика от рождения ее привели к храму, и якобы первосвященник взял девочку Марии, трехгодовалую, и вел ее в храм, вдумайтесь, и вел его святое святых, Иерусалимского храма. Фантастика, скажете вы, да? Ну, я вам скажу, что армия это еще ерунда, говорят, в армии делать нечего, ну, мужики сидят, начали выдумывать там всякие вещи. Но скажу так, что в монастырях там такие вещи, что люди выдумывают такие легенды, и вот одна из этих легенд, родившаяся в средние века, именно о том, что Якова Марию вели во святой святых Иерусалимского храма. И насколько эта легенда понравилась официальной церкви, что из нее сделали праздник, один из 12 самых больших праздников в году, и назвали его введением во храм Пресвятой Богородицы. Большая ложь. Согласно древней версии этой легенды, Мария жила во святом святых, продолжала жить до 14 лет. С трех лет. От роду до 14. Не выходя оттуда, ее питали якобы ангелы, манны и так далее. Ну, это совсем уже фантастика, но современная версия не менее фантастична. В современной версии говорит следующее, и нынешний патриарх московский эту версию не так давно подтвердил, более новая современная версия, что якобы Марию все-таки выбили из святого святых в тот же день, но ее поселили возле храма, и она до 14 лет каждый день ходила во святое святых Иерусалимского храма для молитвы. В современной версии еще более нереально. Если даже тайком кого-то может быть привели, но ходить каждый день на глазах всего Израиля охраны священников, левитов, ну, просто невероятно. Просто невероятно. И один из священников московских не так давно в прямом интервью по радио возгледует и скажет, что это ложь. И в московской парфии там такой начался шорох. Столько много было всего высказано там. Этому священнику уже не на шуток. И он вынужден был объясняться потом неоднократно, что он не совсем то имел в виду. И вообще это все-таки древний праздник, и мы должны как бы уважать. То есть ограничился такими общими какими-то такими оправданиями. Друзья, я скажу так, что все-таки батюшка, думаю, не просто проговорился, я думаю, что на самом деле Дух Святой что-то сказал через него тогда в том интервью. Если Господь может говорить через ослов даже, через ослицы к пророкам, вы знаете, Бог может и через батюшку говорить, сто процентов. Вот, и, друзья мои, и, значит, на самом деле с центрами священниками, когда лично епископами традиционной православной церкви удается поговорить лично один на один, то они признаются, я не буду называть этих имен, но, вы знаете, один на один признаются, ну да, 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 а что поделать, обычный, знаете, какой ответ, разные есть варианты ответа, я так уже стал их собирать, эти варианты, некоторые говорят так, а что мы можем сделать, ни мы это придумали, ни нам это и отменять, буквально, доктор, доктор богословия сказал, целый, на уровне бабушки сельской, это вообще фантастика, другой сказал, не мы будем отвечать за это перед Богом, мы лишь исполнители, а вот те, кто придумал это, вот они и ответят, а с нас маленький спрос, мы лишь просто, ну как, мы исполнители, все, мы исполняем обряд, служение, другой говорил, значит, примерно следующее, один священник в селе, сказал, а если мы это все обнародуем, нас же там камнями забыли, нам все не поверят уже, все, вот бабушки бунт устроят, значит, что, как же так, представьте, придут на праздник люди, значит, видение, праздник, видение, там, а сколько храмов построено в честь видения, что не видение, это приведение, в видении, виденский монастыри, женский монастырь, он почти всегда биденский, ой-ой-ой, храмы, большие соборы построены в честь праздника, сколько икон написано, я уже не говорю, Это масса иконописанных об этом деле И, друзья мои Представьте такую ситуацию Люди собрались в храм А батюшка выйдет И скажет, уважаемые братья и сестры Праздник отменяется Кина не будет Все И как объяснять Представляется это священник Который в рясе с крестом на груди Объясняет следующим прихожанам Дорогие братья и сестры На протяжении последних Полутора тысяч лет Почти Мы успешно обманывали вас И ваших отцов, и ваших дедов И прапрадедов Каемся, простите вас, пожалуйста Я представляю себе шок Где-то будут, конечно, какой-то Бабушка, бабушка, семья, садуруса проведут Где-то не будет править это все Но, друзья А представьте, в месяц два Люди от шока отойдут Многие задумаются Некоторые даже, может, впервые в жизни Об этих вопросах И потом наверняка Батюшкам Предъявят следующее Скажите только теперь честно Что еще у нас такое В чем Вы нас обманываете Это будет похоже на что Как приключение Шурика Когда Витцин хотел Ну, пардон, подписывать Сфарет он искал Горшки там стояли И он там нижний Выцепал И все это посыпалось Да помните, да? Не помните? Не помню Представьте себе Если этот праздник Один из двенадцать Основных праздников Вытернуть Там столько посыпется Будьте уверены Там столько посыпется Что только держись вообще Вот И там еще там все Кондукты нажми на тормоза Там уже явно будет Реформация Понимаете? Явно реформация Поэтому Я вам скажу Вообще вот эта система Голова золотая Грута мстеребряная Медная Все вроде такое Ой, не подойдешь А фундамент глиняный Фундамент Вообще на чем стоит? На курьих ножках Такая, скажешь, избушка Да Ты не смотришь на избушку Или на ножки А не на курьих Понимаете? Религия она стоит На этих курьих ножках Обмана Реально Одна подсечка Это избушка Все И грохнется Друзья Знаете Получается следующее Что ложь Даже Такая довольно-таки Умная И продолжительная И не знаю Потомственная Наследственная ложь Все равно есть ложь Она не греет Она не спасает Ложь Она отдаляет от Бога В Библии говорится И познайте истину И истина сделает вас свободными У нас, к сожалению Время уже Заканчивается Служение сейчас Скоро уже И я хочу Знаете В завершение Обращаться К нашим Зрителям И слушателям И также В особенности К тем Кто пришел сюда Может первый раз Не обижайтесь Может на какие-то мои Такие резкие Такие выпадки Я не задаюсь И друзья Если в теле Есть опухоль Она не нужна Эта опухоль Это не ты Ты не такой И вы знаете Друзья мои Я объясняю Каждый раз И у себя в церкви И в других церквях Где бываю Я говорю Что человек Который Поклоняется Перед иконой Даже думая О Боге Даже мысль о нем Он в нелепом положении Перед небом и землей И преисподней Он в самом нелепом положении В самом невероятно Нелепом положении Потому что Небо закрыто Ад смеется Земля не наумевает Что он делает Человек такой Что он такого творяет Неужели он Библию не читает Неужели он не знает Элементарной Друзья мои И истины И человек Который поклоняется Перед иконой Он неправославный У некоторых Настолько сильная Ассоциация Если православие Значит икона Если икона Значит православие Это невероятное заблуждение На самом деле Поклоняться иконам Это неправославие Это кривославие И поэтому я обращаюсь К вам дорогие друзья Особенно зрителям Особенно если вы Священнослужители православной церкви Пожалуйста Побойтесь Бога Пожалуйста Умоляю Просто Поразмыслите Задумайтесь сегодня Серьезно На очень важном вопрос Как я поклоняюсь Богу Если я называюсь православным Как правильно Славить Бога Является ли то Что я сейчас делаю Правильным Прославлением Бога Как ему поклоняться Если я называюсь Православным И поклоняюсь Перед мощами Мысля Об этих умерших святых Если я молюсь Этим умершим святым Друг Это как минимум Означает Что Ты не веришь Во всемогущество Творца В благость Его В Его доброту Что Он тебя выслушает Некоторые говорят так Бог Священники даже Говорят так Современники наши Говорят так Бог такой жестокий Он далекий Эти святые Они более добрые Они ближе к нам Они были людьми Они знают Что такое быть В этой шкуре Человеческой И потому они Попросят за тебя И мы не достоин Чтобы Они говорят так Обманывают людей Обманывают нагло И даже не подпрыгивают И говорят так Что Бог якобы не слышит нас Мы такие грешники Такие всякие Рассеки Пес смердящий Там Червь дрожащая Что еще не знаю Что Бог нас не слышит А вот Я помолюсь святым Который имеет Большие заслуги Перед Богом И вот Их-то Вот Бог послушает Они уже у него И никуда ему не дется Он уже выслушает И уже через них Уже получу я ответ От Бога Друг На самом деле Любой Даже самый святой Даже самый Величайший Святой на земле Все равно грешный Написано в Библии так Что все согрешили И лишены Славы Божьей Внимательство Написано в Божьем слове Нет праведного Ни одного Это Библия говорит Это Бог говорит Это не я придумал И друзья И оправдание Мы получаем даром И любой И скотой И грешный Любой человек Получает даром По благодати Через веру в Иисуса Через веру в Бога Друзья Мы получаем Новую жизнь Новую сущность И я Поэтому В эти последние минуты Сейчас служения нашего Загляная Господом Иисусом Христом Просто Смириться перед Богом Покаяться сегодня Отдать свою жизнь Ему В его руки И будь что будет Просто добейся ему Знай что плохого с тобой Ничего не случится Просто добейся Окунись в него Погрузись в него сейчас Добейся ему Ты скажешь А если я покаюсь Что же будет Один священник Он служил На одном приходе Я не назову его имя Я просто скажу так В общем Он служил в одном приходе Я приезжал к нему И общался с ним Хороший священник Нормальный человек Все Но еще в семинаре Из него сделали Гомосексуалисты И он Страдал от этого И Когда я с ним разговаривал Он хотел покаяться уже И уже слезы Наворачивались на глаза Он хотел покаяться Мы лично один Огентин беседовали Его жена ушла Как раз Маленький ребенок Он играл в манежике Мы с ним общались В его комнате И он уже был готов Покаяться А потом говорил мне следующее Вдруг протрезвел От этого всего Покаяния И Как бы даже другим голосом Вообще Он говорил Ну своим Как бы другим даже Он говорил так Что Если я покаю сейчас Я все потеряю На полном серьезе Он мне это говорил Что я потеряю Меня с прихода Это выгонят Если я перестану этим заниматься С благочином Епископ Меня из прихода Это выгонят Я потеряю церковный дом Я потеряю машину церковную Я все потеряю И ни в одну епархию Меня не возьмут Потом после этого Он дрожал За свое положение Хотя им противно было То что он делал Он был жадный человек У него был ребенок Маленький ребенок Но Его в семинаре сделали таким Его напоили каким-то чаем Там непонятно И насиловали его И потом это все Его шантажировали Показывали Эту пленку ему несколько раз Значит И сделали из него Этого человека Но Понимаете друзья На крючке у дьявола Находятся очень многие люди И как сойти А потом какой позор Друзья Но у Бога есть Послание следующее Покайся В веру в Евангелие Господь Он хочет Несмотря на что оставляешь Как Авраам Помните он вышел Из ура халдейского И кажется По-человечески Он многое оставил Кажется По-человечески По-нашему По-человечески Что он многое оставил Ур халдейский Это как бы Ну представьте Если вы живете в Москве Вы москвич Кореном Москвич Значит У вас там Квартира Прописка Дача Все Машины Ну все нормально Как у людей И вдруг Вы слушаете голос Бог говорит Вася Вставай И езжай В Магадан И вдруг Оставь все А в Магадане Там снимешь квартиру Будешь жить По квартирам ходить Мотаться Снимать Конечно Вы скажете Может это не от Бога И вы не послушались И вас Завтра Случайно Подстрелили где-то Или подрезали Знаете Авраам Он больше приобрел Чем потерял Мы не знаем Что было бы с ним Если бы он не послушался И остался бы В этом процветании Процветающем Урихалдейском Мы не знаем Что было бы с Моисеем Если бы он Не ушел Из-за этого Египта Не отказался От положения Принца Египетского Мы еще не знаем Той трагедии Которая могла Разыграться там Поэтому не держись За то что ты Сейчас каждый теряешь Смотри что ты приобретаешь Ты очень много Приобретешь Обратившись К Богу лицом Ты гораздо Больше приобретешь И твое Оставленное Покажется тебе Ничем вообще Мелочью Пустотой И тебе потом смешно скажут Тебе смешно покажутся Смешным покажутся Все твое волнение Предыдущее И все твои страхи Предыдущие Поэтому смело Доверься Богу Смело Доверься Богу Он добрый отец Он благой Сам Иисус сказал Никто не благ Как только лишь Бог То есть Любой человек Даже Иисус сказал Однажды такую фразу Интересную Что если мы Земные отцы Будучи злые Умеем даяние благие Давать детям нашим Тем более Отец Небесный Даст Духа Святого Даст благо Даст благо Просящему Него То есть Любой Даже самый добрый Отец на этой планете Человек Все равно В сравнении с Небесным Отцом Злой Потому что На самом деле Вся добра Вся благость Вся милость Она в нем В Боге Давайте встанем Возлюблены сейчас И еще Молясь сейчас И призывая к молитве Я хочу обратиться Еще и к тем Кто И в зале присутствует И смотрит нас По видео Этой программе Кто узнал себя В этих обличениях Сегодняшних В этих Таких вот Словах моих Где я говорю Что поклоняться Иконам это грех Мощам Поклоняться На грех Молиться Кому бы то ни было Кроме Бога Это тоже грех Это многобожие Идолопоклонство Это поклоняться Изображением И мощам И это Это не православие Друзья Это кривославие Это не православие И вот Друзья мои И вы узнали себя И вас зацепило Это И вы теперь Думаете Что мне теперь С этим делать Сделать это следующее Просто оставьте это Просто оставьте это Просто именем Иисуса Отлетитесь от этого И скажите Богу Примерно следующее Слово Господь Я хочу Познавать тебя Я хочу Не доверяться человеку Я хочу Не доверяться Динаминации Я хочу Верить в тебя Я хочу знать То что ты говоришь В слове своем Доверься Доверься Господу Иисусу Доверься Его посланию Доверься Евангелию И будешь жить Ты будешь жить И не только на земле Будешь жить еще А еще в вечности Есть вечная жизнь Знай это Друг мой Друзья мои Давайте мы сейчас Будем молиться И те из присутствующих Кто Сегодня Может первый раз пришел сюда А может не первый раз Но Сегодня вы Хотите покаяться Вы выходите прямо сейчас Выходите сюда пожалуйста К этой сцене День спасения Сегодня Написано в Библии Даже если одна душа покается Один грешник Если покается Написано Все небо радуется Проставляет Бога Вдумайтесь только друзья Сегодня небо открыто Над городом Сегодня небо открыто Ангелы Божьи Они поднимаются И опускаются На эту землю Они с нами сегодня Эти ангелы Они равны Они вместе с нами Они проставляют Бога За спасение этих душ И друзья мои Возлюбленные Вышедшие сюда На покаяние И Все в зале Пожалуйста Присутствующие в зале Первое что мы должны сделать Признаем себя грешникам Признаем Давайте скажем так Сейчас все вместе И вышедшие на сцену Перед сценой И все в зале Давайте скажем так Господь Я признаюсь себя грешником Несовершенный я человек И я каюсь Прости меня Мой небесный Отец Во имя Иисуса Я верю Ты любишь меня И ты отдал Своего Сына Иисуса Христа На распятие На крест Чтобы я не погиб Но чтобы я имел Жизнь вечную Я принимаю Жизнь вечную Во Христе Иисусе В моем Господе Как твой подарок Я его не заслужил Я принимаю его по благодати И благодарю тебя Мой Бог За день спасения И в этот воскресный день Я воскрес Я воскрес Аминь Аминь Друзья Молимся сейчас Все вместе За тех Кто вышел сюда На покаяние Я прошу Отца Бориса Прошу Возложить свои руки Сегодня На этих людей И Все мы Давайте мы сейчас Протянем свои руки Сейчас к этим людям Сюда вперед И пожелайте Каждому из них Сейчас то Что вы и себе желаете И еще большего Желаете Им Здоровья Успеха Жизни Процветания Божественного здоровья Божественного процветания Божественного успеха Во всех делах Желайте им сейчас От Бога Того что они Даже сейчас могут Не представлять себя Сейчас Бог Пусть всю свою Благодарность На них и зальет Молимся Отец Сущий На небесах Во имя Сына твоего Иисуса Я благоставляю Тебя сейчас И Именем твоим Благоставляю Вышли сюда На молитву И прошу тебя Господь Бог Святой Благослови Господь Сегодня Молившихся Этой молитве Покаяния И наших Дорогих Телезрителей Так же Тех кто Будет молиться Боздук экрана Телевизора Господь Коснись их Духом Своим Святым Так же Прямо сейчас Коснись их Там где они Коснись Коснись Духом Укрепи Боже Укрепи И пусть Реализуются Таланты Которые Ты им дал В церкви Твоей Святой Аминь